3000 руководителей нового поколения подготовят в сфере образования в этом году. Вопросы подготовки кадров, дальнейшего повышения качества образования и улучшения менеджмента в этой сфере обсудили в октябре на региональном форуме директоров школ с участием министра просвещения Гани Бесимбаева. Тему продолжит Лейла Уесова. По инициативе главы государства в республике реализуется проект «Тысяча лидеров изменений в образовании». На сегодня уже сформирован первый состав менеджеров нового формата. В прошлом году по этой программе отбор и подготовку прошли 208 педагогов. Они получили сертификаты, которые гарантируют трудоустройство на вакантные места первых руководителей вне конкурса. Данный проект продолжится и в этом году. Такие встречи с директорами школ очень важны. Совместно мы должны развивать сферу образования и достигать новых результатов. Для этого создаётся республиканский кадровый резерв из числа лучших педагогов страны. Самых сильнейших будем отправлять на зарубежные стажировки. За прошлый год в Октябрьской области свои двери распахнули пять новых школ на 3,5 тысячи ученических мест, что решило вопрос разгрузки трёх-трёхсменных и ещё двух организаций образований. В этом году планируют начать строительство ещё 20 школ. Две из них за счёт фонда поддержки инфраструктуры образования. Государством выполняются все обязательства по созданию в школах комфортных и безопасных условий. Только объединившись, мы сможем эффективно организовать воспитательный процесс, культивировать в детях общечеловеческие и национальные ценности, такие как патриотизм, трудолюбие и достижение благих целей. Кроме того, в рамках национального проекта «Комфортная школа» до конца 2025 года будет введено ещё 18 школ на 14 900 мест. При этом особое внимание уделяется безопасности детей. В минувшем году уровень технического оснащения школ системами безопасности достиг 100%. Лайла Осова, Жомартхадай Бергенов, телеканал ТДК 42, Октубе.